А знаете ли вы, что вот эта заставка, которую видите в каждом видео, а также весь концепт по художественному оформлению канала, был разработан в Израиле одним местным художником, почти два года назад, но с которым я лично еще никогда не встречалась. Ну что, давайте сделаем это вместе. Направляемся в самый центр Тель-Авива, в театру Хабима, на площадь с одноименным названием. Театр Хабима, национальный театр Израиля. Хабима на иврите означает «сцена», в русском языке произносится как «Габима». В 1913 году у одного еврейского актера и режиссера возникла идея создания театра в Москве. Им был Наум Лазаревич Цемах. В 1917 году театр становится студией Станиславского в МХТ, а его худруком назначается «Вахтангов». В 1926 году Хабима уезжает на гастроли в Америку и больше не возвращается. В 1928 году Хабима прибывает на святую землю и остается здесь. В 1958 году официально признан национальным театром Израиля. В наши дни театр Хабима и площадь, на которой он располагается, считают культурным центром Тель-Авива и, конечно же, одним из любимейших мест встречи. Согласитесь, когда в путешествии возникает возможность пообщаться с местными жителями, вся поездка наполняется особыми впечатлениями. Господи, как круто! Надо это запечатлеть! Мы как-то с Лёшей нашли здесь дом. Здесь есть какая-то надежда, что всё будет хорошо. Вот какая-то… А мне всегда кажется, иногда я думаю… Вот поехать… Можно переехать в Турцию, можно переехать в Европу, можно туда. И там как будто бы нет вот этой надежды. Как будто это люди… И какая-то энергетика здесь, знаешь. Мы даже жили в Иерусалиме, когда… И там же сумасшедшая энергетика, там разные культуры и разные религии. Люди ещё так настроены друг друга, доказать, что их религия намного лучше или их позиция намного… То есть там живут люди, которые действительно выражают своим присутствием… Вот ты просто чувствуешь, ты когда встречаешься с иерусалимцем, ты чувствуешь, что вот он пойдёт до конца, знаешь, в разговоре там, во всём… То есть нету какой-то расслабленности, как в Тулеобиде, например. И даже там я почувствовала какую-то лёгкость. И думаю, надо же… А это тяжёлый город, я считаю. Иерусалим не для всех. А там, наоборот, какая-то лёгкость. Ну, ты вступаешь по этой земле и думаешь, спасибо вообще, что есть такая возможность. Не знаю, как-то… Может, действительно, намолено какое-то место. Действительно, это как-то связано. И мой пончик. Вообще, мне ещё не доводилось встречать людей, равнодушных к Израилю. Либо не принимают совсем, либо влюбляются на всю жизнь. Сюда просто тянет. И каждый раз открываются интересные места и возникают новые впечатления. Кстати, представляете, мне на день рождения сделали фантастический подарок – экскурсию граффити по Тель-Авиву. Вот вы знали, что Тель-Авив, а точнее, один из его районов – столица граффити в Израиле. Итак, Тель-Авив, район Флорентин – символ Южного Тель-Авива. Был основан в 20-х годах XX века, когда греческие евреи приобрели землю с целью развития торговых отношений с еврейскими поселениями в Палестине. Главного строителя, занимающегося обустройством территории, звали Соломон Флорентин. Вот в честь него-то и был назван район Флорентин. Уже несколько дней наш интерес в сегодняшней прогулке по Флорентин подогревали письмами, сообщениями и напоминаниями. Классно же? Здравствуйте! 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 Валерия! Именно Игнацио проведет сегодня нас по этому району, покажет самые яркие граффити, раскроет секрет создания некоторых из них и даже выдаст нам по баллончику. Ребята, автор этого граффити – девушка, всего метр пятьдесят. Как думаете, сколько людей нужно, чтобы создать это граффити? Двое! Именно! Сам автор и его помощник поднимаются на самый верх здания, автор вниз головой начинает рисовать и помощник его держит. Она, конечно, сумасшедшая, делает это безде в Израиле, от Хайфы до Бершебы. Теперь я хочу обратиться напрямую к вашим сердцам. Это, наверное, одна из самых популярных в соцсетях стенах. Вы видите, какой здесь пол? Почему он такой? Что здесь происходит? Обещаю! Ничего подобного вы не встретите! Нигде! Не только сердца, но и все остальное, я имею в виду. Почему он такой? А все потому, что мы находимся на поле сражений между граффитистами. Это стена школы. И с тех пор, как школа была отреставрирована в 2001 году, она стала настоящим холстом. Граффитисты перекрашивают работы друг друга? Ну да! Сюда, на это место, каждые выходные приходили граффитисты, писали граффити, а на следующий день стену опять перекрашивали. Но в один день все остановилось. Флорентин очень отличается от других районов Тель-Арива. Я бы сказала, это такой микс. Здесь и промышленные, и торговые зоны, и какие-то гаражи, и обшарпанные здания, и очень здорово отреставрированные дома, и новостройки, и забегаловки, и очень классные рестораны. Здесь и богемная, и хипстерская жизнь одновременно. Почему же Флорентин это столица граффити? Оно здесь легализовано? Неа. Но некоторые постройки без граффити уже сложно себе представить. А отдельные дома, квартиры потеряли бы в цене, если взять и стереть некоторые работы. Именно. Это Клуб 27. Все они известные творческие личности, ушедшие в 27 лет. И, конечно же, существует много легенд, связанных с ними и с тем, как было создано это граффити. Лично мне нравится, что здесь, в Израиле, много традиций, но также присутствует и будущее. Израильтяне словно несут с собой все это время традиции, прошлое, религию. Не только евреи, мусульмане, крестьяне, и при этом всегда смотрят вперед. Больше всего, конечно, я люблю местную культуру, музыку, кухню. Это всегда какой-то микс. В одном месте может быть лучший в мире фалафель. Или даже наоборот, самый худший фалафель в мире. А рядом, тут же в двух шагах, Мишленовский ресторан, где готовят обалденные итальянские блюда. Да и вообще здесь можно найти все, европейскую кухню, суши, тай, блюда вьетнамской кухни, да вообще все, что угодно, но с легкой израильской ноткой. Граффити – это какой-то отдельный мир, со своим собственным языком, своей жизнью, эмоциями, переживаниями, выраженными разными красками, формами и способами. Что же это значит? Мы сейчас будем заниматься чем-то нелегальным? Напишите в комментариях. Ах да, и не забудьте поставить лайк перед тем, как перейти к новому видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»